Доброе утро на РБК УФА. Региональные новости в студии Маргарита Гафарова. Арбитражный суд Уральского округа подтвердил выводы Башкирской прокуратуры о незаконной реализации госимущества. Ранее надзорный орган республики выявил неправомерную схему, по которой здания и земельные участки в центре Уфы и Уфимском районе стоимостью свыше 100 миллионов рублей были переданы коммерческим фирмам. Как сообщается на сайте прокуратуры, управление административными зданиями с согласия республиканского Минземимущества внесло объекты недвижимости в уставной капитал компании «Строительные инвестиции». Предлогом стала реализация инвестиционных проектов, которые предусматривали строительство многоквартирных домов взамен ветхих зданий и реконструкцию базы отдыха. Однако вместо этого фирма реализовала все здания и земельные участки под договором мены и купли-продажи в собственность третьих лиц. Арбитражный суд Башкортостана удовлетворил исковые требования прокуратуры к региональному Минземимущества, управлению административными зданиями, а также ряду коммерческих фирм и признал сделки недействительными. Ответчики, не согласившись с решением, обжаловали его вышестоящую инстанцию. Однако арбитражный суд Уральского округа тоже подтвердил законность выводов прокуратуры. Депутаты Госдумы предлагают запретить банкам взимать комиссии при оплате услуг ЖКХ. Законопроект внесут в парламент до конца февраля, сообщает известие со ссылкой на главу фракции «Единая Россия» Сергея Неверова. Сегодня граждане платят от 0,5 до 2% от общей суммы в квитанции. А в связи с растущими тарифами за коммуналку такие дополнительные расходы ощутимы для кошельков граждан, полагают авторы законопроекта. Сергей Неверов предлагает внести поправки в ЖКХ с установлением запрета взимать комиссию с коммунальных платежей или переписать пункты закона о банках и о национальной платежной системе. Инициативу поддержали ВЛДПР и Центробанки. А вот коммунисты пока повременили с изложением своей позиции, чтобы подробнее ознакомиться с предложением. В региональном штабе ОНФ говорят, что банки тоже несут свои издержки и их необходимо чем-то компенсировать. Тем более, что большинство операций по оплате услуг ЖКХ производится через онлайн-приложения и банкоматы. Приложение Неверов, как бы оно красиво ни звучало, не может быть безоговорочно поддержано, потому что сложившаяся система платежей законодательно ориентируется на безналичные платежи. А это работа. И все, кто в этом задействован, несут свои издержки. Банки зарабатывают за счет проведения банковской операции. Управляющие компании, если они возьмут на себя организацию приема платежей напрямую, тоже должны нести какие-то издержки. Поэтому в этих условиях я считаю, что права Галины Хованской, которая предлагает внимательно изучить этот вопрос, прежде чем вносить его на обсуждение. Напомню, в конце прошлого года Дмитрий Медведев запретил поставщикам ресурсов включать затраты на уплату комиссии банкам в тарифы ЖКХ. Как сообщает известие, формально их платят банкам сами поставщики. ФАС пресекала нарушение, когда в составе тарифа была заложена комиссия платежных организаций в размере до 7% от суммы перевода. 89% жителей Башкортостана провели новогодние каникулы дома, а 3% выезжали за границу. Результаты опроса опубликовала служба исследований компании Headhunter. При этом только 19% жителей республики в целом поддерживают идею о сокращении новогодних каникул. Это самый низкий показатель среди регионов страны. Чаще всего за урезание выходных высказывались мужчины и респонденты 45-54 лет и работники предприятий сельского хозяйства, транспорта и логистики, а также топ-менеджеры. На прямой вопрос, что нужно сделать с новогодними каникулами? 19% респондентов из Башкортостана ответили сократить или ликвидировать. 56% хотят оставить все как есть, а 25% увеличить каникулы. Оказалось, что большинство наших соотечественников и большинство жителей Башкирии провели новогодние праздники дома. Интересно, что больше всего домоседов у нас оказалось среди респондентов, представляющих сферу производства и сельского хозяйства, также среди представителей сферы наука и образования и среди представителей сферы закупок. В заграничные поездки чаще всего в новогодние праздники ездили сотрудники банков, ну а в поездки по России чаще всего отправлялись представители сферы искусства и масс-медиа. Мы считаем, что многим, конечно, не удалось, возможно, в эти праздники куда-то выбраться, просто потому что в новогодние каникулы приходилось сработать. В хедкантере добавляют, что немало и тех, кто продлевает себе отдых за счет отголов или отпуска. Так поступил 21% россиян, причем 14% из них предпочли уйти на каникулы раньше. Этот вариант предпочтительнее с финансовой точки зрения, считают эксперты. А теперь к анонсам. На заседании общественного совета по развитию экспорта при главе Башкортостана подведут итоги внешней торговли региона за 9 месяцев прошлого года. Также на повестке дня меры государственной поддержки экспортно-ориентированных предприятий и итоги экспортной деятельности башкирских компаний. Заседание проходит в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Сегодня в Уфе рассмотрят организацию и проведение закупок масштабными предприятиями, а также долю участия в закупках региональными компаниями и субъектов малого предпринимательства. Круглый стол проводит общественный совет при Республиканском министерстве промышленности и энергетики. Мероприятие предназначено как для крупных игроков на рынке, так и тех, кто только планирует работать в этом направлении. И в завершение выпуска информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллары и евро синхронно дешевеют. Американская валюта упала в цене на 7 копеек. В итоге курс 61,47. Евро минусует 33 копейки и 68 рублей 21 копейка. И лучшие обменные курсы к этому часу – покупка и продажа доллара в банке «Финам» по 61,52 и 61,74 соответственно. Наиболее выгодный курс покупки евро тоже в банке «Финам» по 68,26 и продажа в банке «Найва» по 68,47. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова